Итак, всем трем и доброго времени сутки, это канал Ленивый Дмитрий. Ну и мы, собственно, продолжаем проходить метро Ласт Лайт. И начнём мы сегодня... ...в чём не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом, их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если всё это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Так вот, сегодня мы начнём с крайне приятного момента. Ну как приятного? Женская грудь вообще штука приятная. Даже пиксельная. Чувствуешь, что ты одна во всём мире. Вокруг нет ничего. Пустота, холод. Кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется... ...почувствовать... ...почувствовать себя живой. И легла она милым брёвнышком. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти. А вот с вашим Аня ранением мы ещё не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Эй! Слава богу! Я не хочу уходить. Я бы ещё пару дней с ней тут поторчал. Ну... Как-то легко она от меня избавляется. Ну, Ань, я не хочу уходить. Аня! Эй! Ну что же вы? Идите, идите! Иди, Артём! Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Иди сюда, доченька. Не смотри, не смотри. Убейте меня! Что там, папа? Что? Убейте меня! Ничего. Всё хорошо, всё хорошо. Ты не смотри только. А когда мы домой пойдём? Мы повезли. Не видно тебя. Совсем скоро. Да разве поймёшь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий это, Юрка. Что скажете, господа заведующие моргом, судя по всему? Ничего? Ясно. Ясно. Эй, кто-нибудь! Эй! Откажите меня! Миротый! Полицай! Откажите! Кажется... Ясно. Ясно. Не стойте здесь, опасно. Хорошо. А какой-нибудь душ там динфицирующий. Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Хорошо. Не задерживайтесь. Карантин всё-таки. Да, да, да. Дверху закрой. Карантин. Я вам больше не напоминаю. Да, да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше. Измерение температуры каждый час. Проба крови каждые три часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего два. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, всё, понимаю. Отлично. Я так понимаю, один из этих случаев только что мимо вас прошёл, да? Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то ничего. А нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи эти? Сжечь с трупами и дело с концом. Говорят, для установления источника инфекции. Хотя установишь тут, ага, три раза с кисточкой. Ну, начальству виднее. Нравится мне музыка в метро. Чё задумался? Красивый ящик, да? Ясно. Да, я видишь по твоим глазам напуганным. Мужики, дайте в колду поиграть. Или чё у вас там? Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил гермет. Безыскодного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьи 25. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в лёгкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается. А в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это всё значит? Это не простой вирус, а боевой. Изменённый таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения. А затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Ещё до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Да ты чё? Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас? Через столько лет? Действительно. Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указания опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил. Из прошлого. Я вас не подслушал, ребята. Тут душ просто. Вы идите, идите. Идите, идите. А я так. Может, чё ещё скажете? Нет? Ну ладно. А ты? О! Ну чё, я опять пропустил. Блин. Возможно, по плану красные должны были войти на уже мёртвую станцию, население которой было бы выкашено вирусом. Но вирус действовал слишком медленно, им стал нефтерпёж. Выжившие свидетели говорят, что когда на станции началась зачистка, части местных удалось сбежать на Сиднюю Кольцевую Октябрьскую. Но за ними исследовали ликвидаторы. Если бы на Кольцевой не оказался отряда Ордена, отбившего атаку, в руках красных сейчас было бы две новых станции, а Ганза оказалась бы переразрублена пополам. К счастью, этого удалось избежать. А, Мельник-то молодец. Я ведь отлично себя чувствую. Ну и замечательно. Очень за вас рад. Раз так, побудете, тут не идёт. Кашель ваш пройдёт. И отпустим вас в общий угол. Со всеми вопросами хочу. Ладно. Отпустите. А мне можно, да? Спасибо. Спасибо. Можно я этот пулемёт заберу? Ну, пожалуйста. Это да. Говорили же, стоять. Это да. Каждый день. Каждый день. Сколько можно? Опять бумагу переводить. Вот урода. Не могу безбудить. Ага. Вот такая вот маленькая хитрость. Здесь у нас патрончики. Это пустая станция. Здравствуй, жуткий медведь. Ведмедь. Чё-то пулькает. Ещё патрончики. 150 штук уже есть. Весьма неплохо. Ещё двенадцать. Так. Чувствую подзатарюсь я сейчас. Ну, как подзатарюсь? Восстановлюсь? Правильнее сказать. Кошь тут. Здрасте. Проходите. Проходите. Здесь нельзя. Точно. А ты-то чё тут делаешь? Можно я с тобой пощажу? Ну, пожалуйста. Мне очень страшно. А туда никак? Ну, о. А, типа я всё пособирал, да? Окей. Ед хорошо. Ну, Артём, я здесь. Рад за тебя. Я тоже, к сожалению, я тоже здесь. Знаешь ли. Очень рад, Артём, что вы самые не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот тёмный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идём. Вот маньяк, блин. Простите мне, обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин. А нас же не выжили без него. Купите ещё. Нельзя туда. Как же мы купим, если всё там осталось? За него же Ганза берёт. Ну, пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Ну, так что? Мы тогда не сворачиваемся пока. Чертовски рад, что ты жив. Здорово, Артём. Мы бы сейчас рванули. Здорово, ребят. Но приходится ждать, пока Ганзейцы подняли. Они, конечно, не полезны, пока мы здесь. А тебе ведь надо спешить. Так что удачи. И увидимся на бафе. Что, эпидемия? Со щитом, что ли на щите, солдат? Сколько то, что здесь красные оказались. Чего они такую активность развели? Увеличили количество патрулей? На эту чумную станцию вон отряд прислали. Ну, может, к войне с фашистами очередной готовятся. Не похоже. Они бы тогда в районе рейка концентрировались. А тут, наоборот, силы распыляют. Тогда силу демонстрируют. Вроде и вы, Спарта, не нужны уже, когда они все проблемы решают. Это может быть. Понятно, полностью нас заменить они не смогут. Но вот надавить так на наше начальство возможно. Ну, поживем, увидим. Это точно. Здорово, Артем. Давай позже поговорим. На посту я. А можно я с вами останусь, ребята? Это... Ну... Я по поводу вещей. Вещи мои, вещи где? Памятку перечитайте. Или трансляцию послушайте, наконец. Либо дезинфицированы, либо уничтожены. Так как же, у меня же их забрали. А корешок от талона отрывной где? Какой корешок? Когда вещи принимали в дезинфекцию, вы расписались в талоне и получили отрывной корешок. Так где он? А, вот. Ну вот, сейчас принесут. Столько времени он днят. Простите, спасибо вам. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Тамилина. И люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что, товар весь остался? А ты думал? Ясно весь. А я думал, у тебя мозгов хватит хоть что-то протащить. А сам чё, раз такой умный. Ты мне погрызайся тут. Чё делать теперь будем? А чё тут делать? В карантине сидеть. А ну, как они придут за товаром? Так скажем, где? Пусть собирают. А красные? Может, они до того увянут? Да, ща. Они там надолго засели. Чё-то придумали. Щас уже думать надо. Потом поздно будет. Ну давай щас тогда. Не, ну я даже не знаю. Тьфу. Мыслители, блядь. Двигаем. Чё такое, начальник? Защитить станцию конзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит ли участь. Документы. Какие документы? Как какие? Ваш паспорт. Всё в сумке было, её сожгли. Так. Кто может удостоверить вашу личность? Умерли все. Умерли. Дети позавчера. Жена вчера. Один я остался. Один. Как же я вас пропущу, если вы неизвестно кто? Известно. Я это я. Документов-то нет. И подтвердить некому. Ну что теперь делать? Искать. Знакомых ищите. У вас станция маленькая. Кто-то с документами должен вас знать. Но все умерли. Или в карантине. Ждите тогда. Сколько ждать? Неизвестно ведь. Ничего не могу сделать. Вот тоже, блин. Извините. Проход жилую часть станции в связи с карантином закрыт. Даже для рейнджеров. О, больно надо было туда идти, блин. Привет, рейнджер. Здаро. Тише. Теперь Октябрьская кольцевая станция, принадлежащая Ганзе, превращена в нечто среднее между госпиталем и карантинной зоной. Всех беженцев со смежной станцией и всех, кто с ними контактировал, санитарная служба запирает в боксоизоляторы. Никто тут никого не лечит. Каждый подожительный сидит в своей полиэтиленовой клетке, а напротив него сидит в смерти, играя с ним гляделки. Ой. Хоть вы скажите, что там творится. Ляха-муха. Так. Гляделки. Где это? А вот, каждая минута этой игры тянется целую вечность. Проигравший заболевает и вскоре отправляется в крематорий. Смерть слишком опытный игрок, чтобы дать новых шанс на победу. Нас-то не пускают, а слухи ходят такие. Карантин, сам понимаешь, ничего хорошего. Много жертв, врачи работают. Да, ну может справиться. А нам тут что делать? Будем надеяться, что справятся. А вам работать как обычно. И поменьше верить слухам. Понимаю. Спасибо. И пошел он. И встал он дальше работать. Че скажешь? О. О. Скочил. Че такое? Интересный диалог. Айда, стучись. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. А не пропустите, сам пройду. Заколебали. Я уже чисто... Такое количество станций прошел. Артем, путь нам предстоит неблизкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтра. Кто знает, куда еще удастся. Ни хрена себе ты, терминатор. А че они вообще в бой вышли? Им что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. И я не пойму, в чем их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто. Даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывают-то? Да ни на что. Работа у них такая. Рейнджеры Полиса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С красными воевали. Что-то я не слышал. Да нет же. Эпидемия там есть. Или мутанты какие распадятся. Полис сразу их и высылает. Спартанцев этих. А сейчас чего? А сейчас пришли с эпидемией разбираться. А тут уже мы карантин устроили. Красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтобы те не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. А Полису с этого что за выгода? Они же далеко. До них этой эпидемии не добралась бы, наверное. Так об этом давно уже страны договорились. Все вопросы вроде этого Полис решает. А за это их никто не трогает. Нейтралитет у них. Переговоры, опять же, если война какая, тоже они организуют. А, понятно теперь. Да, вот она где их выгода. Воины не сами не лезут, а купоны с них стригут. У-но, у-но. Да, но мы тоже торгуем не себе в убыток. Ну да, ну да. Э, гитару отдай. Ну ладно. Чё скажешь? Ничего. Так. Подходи, Рейнджер, подходи. Есть отличные образцы. Это нам не надо. Это тем более. Тюнинг. Вот. Снижает отдачу, значительно облегчает. Ох, нихрена себе дорогая вещь. Блин, болин, болин. Ударно. В смысле, ноль. Бесплатный, что ли? Окей. Давай. Ударственной механизм без разобщителя позволяет вести полностью. Так, а хватит ли у меня? Так. Секундочку. Тюнинг. Так, обмер. Но это ладно. Хрен с ним. Тут тюнинговать нечего. Это у нас для ленты. А, в два раза больше патронов. Снижает отдачу, значительно облегчая ведение прицельного огня. И... Блин, 61. Черт. Секундочку. Ну пока. Заходи еще, поторгуемся. Подожди. Подходи, подходи. Такого и у вас в спарте нет. Я не стесняюсь. Подходи. Как для тебя, я еще и скидку сделаю. Эй, рейнджер, нужны патроны? Хуляй. Счастливо. Подходи, рейнджер, поторгуем. Вот так. Есть ножи металл. Удачи в бизнесе, рейнджер. Гранаты очень выгодно. Ой. Идите вы в жопу оба. Спасаешь тут вас, спасаешь, блин. Обрати внимание, Артем. Какие средства ГАН забросила на организацию карантина? А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Наверное. Мужики, дайте пулемет, а. Да уж, слушайте. Оборон-то такая. Да уж. И вам не болеть. За пулемет бы кто-нибудь встал? В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить нашу жизнь. Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. Лишь одно место. Мудро. И наш долг. Спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять черного. А не сообщить отцу о том, что творят корбут с москвенами. Все остальное. Непозволительная сейчас роскошь. Ну помните, Алис, что? У нас на выход. Открывай. В полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганжи, Красная линия, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все бесполезно войны не избежать. Если не случится чудо. Ну ок, пойдем, че. Проходите. Вообще логики запредельные. То есть вот.